Участок автомобильной дороги пруды Мирной Черемушки в Варнавинском районе Нижегородской области находился в ненормативном состоянии и давно требовал ремонта. В основном этой дорогой пользуются лесовозы. Здесь несколько крупных лесных хозяйств, а также колонии. К ремонту приступили в ноябре 2019 года. Должны были завершить до конца августа этого года, но получилось сделать раньше заявленного срока. Ремонт разделили на два участка из-за разной изношенности. На первом участке была дорога в более хорошем состоянии. Профиль дороги имел очертание какое-то. На втором участке была колейность большая и разбитость дороги, ямочность. И приняли решение, так как я понимаю, при заложении дефектных ведомостей сделать на одном участке один слой, на втором два слоя. Тут основная интенсивность только эта большая техника, которая возит лес. Частные машины не так много, так скажем. Проверить качество выполненных работ приехала комиссия главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. Смотрят на все. Уклон дорожного полотна, ширину обочин. Жители близлежащих поселков Мирный и Черемушки довольны ремонтом, но и указывают на недочеты. Плохая была дорога. Сейчас нормальная. Только подъезды вот сюда, повороты плохие между домами. А так нормально. По итогам проверки специалисты главного управления автомобильных дорог Нижегородской области выдали предписание подрядчику устранить все недочеты, в том числе и сделать съезды для жителей. Первый аспект – это устройство асфальтобетонного покрытия. Так вот, к нему как раз-таки у нас нет замечаний. Все устроено в рамках ГОСТ. Что касается такого элемента, как обочина, есть замечания. Замечания. Обочину необходимо перепрофилировать, уплотнить, привести в ГОСТовское состояние. Также у нас есть замечания, но это уже будет в рамках содержания, контракта по содержанию. Нам необходимо заменить часть знаков, которые повреждены, потеряли свои свойства. Как замечания мы внесем тоже. Выдадим предписание на устранение в Мирном съезд и съезд в Черемушка. Подрядчик должен выполнить предписание в течение семи дней. Все это время специалисты ГОАДА будут мониторить ход работ. Стоимость всего ремонта по контракту составила 68 миллионов рублей. Региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на этот год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881 километр. Ремонтная работа проводится во всех абсолютно муниципалитетах области. И эта работа, естественно, будет продолжена. Понимая, что все-таки весь объем потребности мы в течение одного года не закроем, расставляем приоритеты. Классические приоритеты – это, конечно, пропускная способность, трафик на дороге и наличие маршрутов общественного транспорта и школьных маршрутов по перевозке детей в школы. Но очень еще важно, конечно, это приоритизировать ремонты по дорогам и по участкам дорог, которые ведут к социальным учреждениям. В частности, вот в этом году около 35 километров мы ремонтируем к медицинским организациям, более 50 километров к школам и детским садам. И эту работу тоже будем, естественно, продолжать. Артемий Котков и Владимир Гайдай. Время новостей.